Сегодня мы с вами поговорим об одной из самых древних и самых популярных практик, которые существуют в Китае. Это практика гадания. На самом деле, сначала нужно вспомнить о том, что китайская цивилизация совершенно удивительна, потому что она обладает рядом свойств и отличается от многих других цивилизаций и других стран. И в первую очередь, мы должны вспомнить, что цивилизация китайская уходит корнями в глубокую древность. На этой территории живут практически те же самые люди, хотя эта страна многонациональная, но основной состав населения – это именно китайцы или, как они себя еще называют, ханьцы. Причем эти же люди жили в древности на этой территории и живут до сих пор. Ну, а кроме того, эти же люди пишут теми же самыми иероглифами, которыми они писали в глубокой древности. И этому у нас есть замечательные свидетельства. На рубеже 19-20 века был обнаружен огромный архив древних китайских правителей. Найден он был на территории древней столицы Китая в городе Аньян. А что же это был за архив? Это были так называемые гадательные кости. Обычно гадали на лопаточных костях крупного рогатого скота или на панцирях черепах. И почему нужно было гадать? И от кого, от чего имени обращались гадатели или жрецы? И к кому они обращались? Все это мы узнаем из вот этих самых надписей на костях. Что же это такое? Дело в том, что китайцы с древности считали, что все мироздание разделяется на те самые понятия, которые вам хорошо известны. На понятие инь, ян, на женское, мужское начало, на темное, светлое начало. И, конечно же, уже в древности мир был разделен на небо и землю. Выражением неба на земле был император. Не зря китайский император, китайский правитель называл себя сыном неба на земле. И вот в этих гаданиях жрецы от имени императора, от имени правителя обращались к небесному правителю. Но это тоже было не так уж и просто, потому что по китайским представлениям, когда человек рождается, рождается он в момент зачатия, то в этой точке, в этом человечке соединяются души, которые идут от неба и от земли. То есть, по китайским представлениям, у человека существует несколько душ. Когда человек уходит из земного мира, то эти души никуда не исчезают. Они снова возвращаются небесные на небо, а земные – в землю. И вот как раз к духам предков гадатели тоже обращались. Что же они спрашивали? Они спрашивали, например, какой будет погода, какой будет урожай, когда начинать сеять, когда начинать войну, можно ли выступать в поход. Спрашивали о том, годится ли этот правитель и исполняет ли он свои обязанности на благо людей и так далее и тому подобное. И вот как раз на огромном количестве вот этих фрагментов костей, а их на сегодняшний день найдено множество, несколько сот тысяч фрагментов гадательных костей, и читались вот эти иероглифы. Как же гадали? Сама практика гадания. Правитель задавал вопрос, жрец пытался отправить этот вопрос правителю, небесному или духам. Брали косточку и пытались её прогреть, например, металлической палочкой. И в тех местах, где прогревались кости, они трескались, и вот эти трещинки интерпретировали как иероглифы и как ответ небесного правителя или духов, духов предков. И таким образом получали нужный ответ. Но самое главное, что получается, что это та же самая письменность, которую использовали китайцы во втором тысячелетии до нашей эры, период, к которому относятся эти гадательные кости, и используют практически до сегодняшнего дня. Ещё один вид гадания, который существовал и существует в Китае до сегодняшнего дня, и очень популярен. Он основан на сочетании так называемых багуа – восьми триграмм. Эти триграммы состоят из прерывных и непрерывных черточек. Сочетание этих черточек, соответственно, образовывалось 8 на 8 – 64 триграмма. Ну и как гадали? Обычно, собственно, гадатель или жрец выбрасывал веточки, палочки и откладывал те палочки, которые оказывались ненужными при гадании. Ну и постепенно выбрасывали палочки много раз, и потом оставалось небольшое число вот этих веточек, и по ним выбирали те или иные триграммы, те или иные сочетания. И, конечно, ответов было множество, их нужно было интерпретировать. Знали, как гадать на триграммах, конечно же, хорошо обученные жрецы, у которых была длительная практика. И основывались эти триграммы, и описание их существовало в одной из древних китайских книг, которая называется «Идзин». И удивительно, что эта книга была написана достаточно давно и стала одной из классических книг уже к первым векам до нашей эры. И до сегодняшнего дня гадание на «Идзине» является одним из самых популярных вот этих гадательных практик. Ну и известная не только в Китае, но получила широкое распространение и в Европе, и в Америке, и в России. Следует вспомнить, что основными чаяниями китайцев, пожалуй, являются рождение сына и получение семье и вот этому наследнику счастья, долголетия и удачной карьеры. И, конечно же, гадание было популярно при совершении любых поступков. Но особенно важно оно было в том случае, когда заключали как бы на небесах союз между женихом и невестой. И тут тоже использовали гадательные практики, приглашали специальных людей, которые учитывали день, год, месяц, в который родился жених и родилась невеста. Нужно было проследить, чтобы они сочетались между собой, чтобы в результате их союза получилась бы счастливая семья, в которой родится ребенок. Этого ребенка обучат, он будет служить, у него будет хорошая карьера и, соответственно, он приобретет счастье и богатство. И, пожалуй, для того, чтобы наш разговор был полный, нам нужно вспомнить еще и о китайской хронологии, о китайском календаре. Дело в том, что с древности тоже считали по 12 годам. Существовал 12-летний цикл, 12-летний календарь. И каждому году соответствовало какое-нибудь животное или существо. Вы, конечно же, про многих из них слышали. Это и крыса, и бык, и драконы, и зайчик или кролик. Ну и так далее. 12 существ, каждый из них обычно соответствовал одному году, и шли они в течение 12 лет в одном и том же порядке. Обычный цикл, полный цикл календаря в Китае соответствует 60-ти годам. В чем же тут дело? Дело в том, что кроме годов и календаря на 12 лет, еще существует понятие о пяти основных стихиях. И для того, чтобы получился полный цикл, каждый из этих существ 12-летнего цикла должен был пройти все пять стихий. И ближайший Новый год, который будут отмечать китайцы 22 января 2023 года, будет годом черного зайца. И как раз мы можем вспомнить, что за 60 лет заяц должен быть белым, красным, зеленым, ну и вот черным. Как раз умножая 12 лет на пять, стихий получается 60-летний полный цикл. Кроме того, я бы хотела вспомнить, что гадание существовало в Китае как в древности, так и в более позднее время, ну и вот существует до сих пор. И, конечно же, китайцы верят в то, что можно каким-то образом предсказать и даже изменить судьбу. И я приведу пример, который был записан уже в IV веке нашей эры. Рассказ о том, как один предсказатель сообщил отцу о том, что его сын умрет в 19 лет, и как отцу удалось изменить судьбу мальчика. Итак, однажды отец с сыном шел по тропинке, и навстречу им попался старец, который, посмотрев на мальчика, сказал «Твой сын умрет в 19 лет». В ужас пришел отец и стал спрашивать, что же сделать для того, чтобы изменить судьбу сына. И старец сказал ему «Возьми еду, возьми вино и отправляйся в лес, а в лесу ты найдешь двух старцев, которые будут сидеть под сосной и играть в настольную игру вейцы». Это игра типа шахмат. Игра тоже считалась своеобразным предсказанием и гаданием. И самое главное, что переставление шашек на доске являлось своеобразной игрой в судьбу людей. Дело в том, что один из старцев был звездой Южного полюса, а второй старец был звездой Северного полюса. И они учитывали жизнь людей, и один из них руководил жизнью, а другой – смертью. Итак, этот отец отправился в лес, взял с собой еду и кувшин с венок. И действительно нашел двух старцев, которые были увлечены игрой, стал им прислуживать, наливал им вино, подавал еду. И только когда они закончили переставлять свои шашки, то они обратили на него внимание и были возмущены. Как это так? Простой смертный оказался рядом с ними, да еще и кормит и поят их. Но отец взмолился и объяснил, что он пришел к ним, потому что предсказатель сказал ему, что только они могут изменить судьбу сына, которому сказали, что он умрет в 19 лет. По-китайски цифра 19 пишется тремя иероглифами. Первый иероглиф – единица, второй иероглиф – десятка, и третий иероглиф – цифра 9. И получается, что когда отец обратился к этим двум старцам, то они подумали и в своих записях поменяли местами первую и третью цифру. И получилось, что мальчик прожил, стал сам старцем и прожил до 91 года. То есть получается, что китайцы как в древности верили в свои предсказания, так и сегодня они вспоминают все те события, все те свои классические трактаты, помнят о гаданиях на гадательных костях и очень часто и сегодня обращаются гадатели.